Настоящее столпотворение. Может показаться, что пришедшие ждут регистрации, чтобы пройти в зал. Но на самом деле он уже забит до отказа. Жителей Зарельсовой части Каннска, которых не устраивают суммы в их квитанции за тепло, оказалось слишком много для здания школы искусств. Никто не ожидал такой активности. Там очень много людей внизу стоит. Мы со всеми жителями 90 тысяч городов. Разместите их не деньги. Люди были крайне недовольны таким отношением. Каждый из них пришел сюда, чтобы отдать свой голос за или против актуализации схемы теплоснабжения Каннска. Однако больше половины остались на улице. Они требовали перенести публичные слушания. Спустя полчаса споров горожане добились своего, и представители администрации пошли им на уступки. Буквально через 15 минут концертный зал городского Дома культуры был полон. Собравшиеся избравили счетную комиссию в составе пяти представителей администрации и пяти простых жителей города. И публичные слушания все-таки начались. В начале замглавы Петр Иванец выступил с докладом и рассказал о необходимости актуализации схемы теплоснабжения. Выяснилось, что по заключению Краевого министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства она не внушает доверие. Администрация города считает необходимым при актуализации на 2020 год схемы теплоснабжения предусмотреть следующее. Проведение анализа предлагаемых действующей схемой теплоснабжения вариантов развития при необходимости внесения соответствующих изменений. Корректировку вариантов развития схемы теплоснабжения проводит в целях улучшения технико-экономических показателей и снижения тарифов для населения. По мнению экспертов, самым эффективным способом может стать расширение зоны действия Каннской ТЭЦ. Другими словами, необходимо переподключить к ней некоторые районы за рельсовой части города. И тогда несколько мелких котельных, включая теплосбитсервис и частично гортепло, будут ликвидированы. На основании этих предложений Красноярский инженеринговый центр уже разработал для города новый проект. Однако тонкостей в этом деле достаточно много. ТЭЦ находится на правом берегу Кана, а потенциальные потребители на левом. Каннской ТЭЦ связывает эти два берега только одна переправа. Если что-то произойдет, какая-то аварийная ситуация на мосту, то жители Левобережья останутся без теплоснабжения. Устранить, если переключить Каннской ТЭЦ. Поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий по повышению надежности. Для надежности необходимо строительство еще одной дипломагистралии. Кроме того, котельные, которые имеют минимальное количество потребителей и расположены на достаточно большом расстоянии от основных городских сетей, предложено переоборудовать в блочно-модульные, без отслуживающего персонала. Что позволит держать тариф на доступном уровне. Однако многие из присутствующих в зале не слышали или не хотели слышать. Люди настолько устали бороться за правду, что, кажется, не хотят понимать, что политика администрации в этом вопросе сменилась. Сегодня, в связи с тем, что администрация идет навстречу, мы сегодня вместе с администрацией в Москве, в Красноярске прорабатываем все эти варианты. Делаем расчеты, согласования. Ведь мы так вот не сделаем, чтобы сразу пришло к вам тепло. После официальных наступлений горожане задали интересующие их вопросы специалистам администрации и ресурсникам. Каждый из присутствующих сделал для себя выводы и принял решение. И голоса сложились таким образом. Большинство жителей за рейсовой части города отказались утверждать новую схему теплоснабжения Каннска. Они предпочли оставить все по-старому. Татьяна Блинкова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал.